По церковным традициям, моментом богоявления, а стало быть и начало праздника Крещения Господни, считается полночь. Однако сюда, к привычному месту на территории пляжа Малая Бухта, люди стали приходить гораздо раньше. Спустя несколько минут на сходнях появляются священнослужители, чтобы осветить воду. Море становится по-настоящему крещенской купелью. После Чина к святой воде подходят жители и гости Анапы. В этом году крещенская погода внесла корректировки. По сравнению с предыдущими годами, на улице достаточно тепло. А температура воды позволяет окунаться не только взрослым, но и детям. С погружением в море, говорят верующие, уходят все болезни, да и ощущения непередаваемые. Третий год подряд уже пошел в привычку, вроде, но понравилось. Ну и плюсов в море, на самом деле, ни разу эту процедуру не совершал. И вообще в море ночью будет у меня страшно залазить. Просто чтобы перебороть страх, даже почувствовать уверенность в себе. Вода в сношу, решил пойти. Ощущения классные, супер, тут вода такая теплая. Я из Сибири, вот, у нас там минус 30, то есть мы с женой два года по-настоящему ныряем, да, то есть здесь, как бы, уже второй год живем и сегодня решили откнуться, то есть первый раз, то есть попробовать, что такое море вообще. Первый раз ребенок решил с нами покупаться и не жалеет, правда? Вообще классно. И спасатели, и медики оставались на дежурстве, что называется, до последнего купальщика. В итоге в ночь на крещение обошлось без каких-либо происшествий. В этот великий праздник, говорят священнослужители, нас действительно хранит особая небесная сила. Та, что делает все водоемы чудодейственными источниками для тела и души. Руслан Душевский, Анапа. Регион.